Могли бы Вы поделиться своими воспоминаниями о том, когда Вы в первый раз увидели Юрия Николаевича Халуфа? Это случилось в консерватории? Нет. Это случилось очень давно, еще когда я учился в ЦМШ. Меня всегда интересовало, кто преподает разные предметы, и особенно кто преподает предметы музыкальные, такие как сольфеджио, теория, гармония. И вот мне сказали, что в старших классах работает Юрий Николаевич Халопов. И вот с детства я его помню. Тогда он был очень молод. И должен сказать, что поскольку я его видел постепенно, он почти не менялся. Он таким, в общем-то, и оставался. И так что это, вы видите, было очень давно. Поэтому я фактически видел весь его путь. Хотя узнал, из чего состоял этот путь, конечно, много позже. Примерно какие-то годы? Ну вот смотрите, я поступил в ЦМШ. Это 1965 год. И вот с тех пор я его видел ходящим там по коридорам. Потом я его видел здесь. Периодически я его видел также и в Мерзяковском нашем училище, где он тоже работал. По-моему, он везде, где только можно, работал. Активность его была чрезвычайная. И надо сказать, везде оставил свой заметный очень след. А на что, в первую очередь, вы обратили внимание, было ли что-то необычное в нем, как в педагоге молоду? Ну и вообще, может быть, чем он выделялся? Вы понимаете, парадоксально то, что при том, что я его вот так давно знаю, видел, и, в общем-то, наши пути шли параллельно до самых последних дней. В 2002 году у нас было две совместные поездки. В Ростов-на-Дону на философский конгресс и в Соединенные Штаты Америки университет Коламбус. Это было связано с Лосевым. Но, как это ни странно, учиться мне у него пришлось очень немного. Фактически, это был единственный курс, когда я слушал его лекции, это музыкально-теоретические системы, которые я слушал уже, будучи студентом консерватории. Но мы, тем не менее, общались много и в плане организации совместных конференций, и потом, когда я уже здесь стал работать, постоянно общались. Поэтому, ну, вы знаете, что такое музыкально-теоретические системы? Это курс очень важный, который он же, конечно, и составил, и это тоже одно из его открытий, вот эта систематизация, как в тавтологии получается, систематизация систем, но иначе не скажешь, так же, как бывает история и истории. Вот, это очень важный курс, но, конечно, там раскрывается не самое специфическое, может быть, что было в Юрии Николаевиче, а самое специфическое. Но вот я могу сказать так, что я гармонию-то изучал по традиционному курсу, который существовал еще до Холопова, но потом я, когда вышел его учебник, и моя жена училась у Юрия Николаевича, и я, конечно, буквально переучивался, читал ее конспекты. Вот, поэтому я так заочно, как бы, да, приобщался. Ну, а потом, конечно, вот этот знаменитый учебник «Гармония», который вышел, когда, кажется, в 80-е годы он вышел, вот, это тоже незаменимая книга для всех. Да. Вот, поэтому я думаю, что, вот, как бы, зная его в общении, могу предположить следующие черты, вот такие характерные для него, как для педагога, тем более, что я и бывал иногда свидетелем его занятий, это, во-первых, очень высокая степень заинтересованности и в теме, и в ученике, это необычайная точность, четкость и лаконичность самого общения, вот, четкость заданий и такое же требование четких ответов и результатов, и надо сказать, что это не для него, как не только как педагога специфично, это отражает его вообще стиль ученого. Вот он, какой он был ученый, такой он был и педагог. Я бы так сказал. Кстати, Владимир Владимирович, вот, близкая вам тематика, это взаимопрогнение музыковедения и смежных, как сейчас говорится, ну, и в частности, философии и музыки, и философии музыки. И насколько, на ваш взгляд, вот, вклад Юрия Николаевича именно в этом направлении музыковедения ощутим, и не хватает ли сегодня нам такого ученого? Ну, вопрос очень интересный, очень важный, может быть, даже дискуссионный. Я бы сказал так, что Юрий Николаевич прежде всего был музыкант и именно теоретик музыки. Но поскольку он был теоретик очень глубокий и понимал слово теория в его исконном, античном смысле, а не просто как что-то такое частное и узкое, то всегда эта теория становилась, переходила в какое-то иное качество. Ну, вот, например, в чём его главная заслуга в области изучения гармонии? В том, что он открыл у нас, я думаю, что не только у нас, закономерности гармонии XX века прежде всего. Очень чётко об этом написал. Но что это значит? Это значит, что утвердился именно исторический взгляд на развитие гармонии. Потому что то, что преподавалось в XIX веке римским, Корсаковым и Чайковским и даже в Советском Союзе до Холопова, это как бы считалось, что это чуть ли не природные закономерности гармонии. Что вот мажор, там минор, трезвучие, что это просто явление природы. Вот так такое в подсознании у музыкантов лежало ощущение. Холопов это опроверг, причём как в одну сторону, в сторону будущего, в музыку XX века, так и во всю предысторию. И поэтому его курс фактически стал курсом истории гармонии, не переставая быть чисто теоретическим предатом. Примерно то же самое обстоит и с взаимодействием с философией. Вот его глубочайшая теория гармонии, коль скоро она связана и с математикой, и с акустикой, и с математической, естественно, научной теорией. она также очень, я бы сказал, деликатно и корректно касается философских областей. Сам Юрий Николаевич философией как таковой не занимался. Но вот глубина его теоретических исследований, она просто их невольно сообщает им какое-то философское измерение. И это очень, конечно, важно, потому что можно сколько угодно говорить о философствах и говорить о связи музыкознания и философии, но важнее реально что-то показать, что вот есть в теории музыки и в теории искусства какие-то вещи, которые имеют философское значение. И Холоп именно это и делал. Именно это он и делал. И я бы сказал так, что сейчас, да, собственно, как и во времена Холопова тоже, всегда ощущается нехватка ну вот таких настоящих, увлеченных ученых, потому что, ну, гении появляются не так часто. Не все гении, все очень много ответственных, грамотных людей, но таких выдающихся, действительно, великих ученых не так много. Также не все композиторы точно так же вот, высочайшего первого уровня. И, конечно, дефицит в таких ученых, в таких людях, он всегда есть, естественно. А как вы считаете, можно ли сказать, что Юрий Николаевич это представитель русского музыковедения, и вот эта всеохватность его, и глубина, как вы считаете, вообще правомерна ли какая-то дифференциация именно отечественного музыковедения? Или это просто энциклопедист, да, вот такой человек, который имел огромные приговоры? Ну, видите, тоже очень интересный вопрос, потому что сама по себе теория музыки, вот если, начиная с элементарной теории, и теория гармонии, она, в общем-то, достаточно интернациональна, и были, конечно, вещи такие национально-специфические, этим занимался и Чайковский, и Танеев, и Месоедов у нас, который, кстати, сотрудничал с Юрием Николаевичем, вот, но это все довольно проблематично. В то же время, вот точно так же, как он был ярчайшим представителем именно своей эпохи, конечно же, он был и выразителем идей нашей национальной культуры, причем он, как это и естественно ожидать от настоящего ученого, как-то вроде бы особенно это не старался подчеркивать, что правильно, потому что наука, она, в общем-то, открывает какие-то всеобщие закономерности, вот, которые, конечно, могут иметь какое-то национальное преломление, национальную специфику, но то, что он делал, это было всегда, ну, как правило, это было глубже или выше, наоборот, каких-то национальных, какой-то национальной специфики, национальных различий. В то же время, ну, и, да, и, конечно, он, так же, как и многие представители нашей культуры, кто-то ориентируется на французскую традицию, кто-то на немецкую, вот Юрий Николаевич, он и по стилю был, такая вот четкость, иногда до педантизма доходящая, он очень напоминал какого-то немецкого ученого, не случайно он и на Римана опирался, и так далее, вот, и Римановскую гармонию взял за основу, вот, это, конечно, было. Вот, ну, а то, что он, вот эта энциклопедичность, ну, энциклопедичность бывала и там, и у того же Римана она тоже присутствует, вот, поэтому тут я бы сказал, что, вот, вообще вопрос очень интересный и требует еще дальнейшего изучения, вот, именно национальная какая-то специфика музыковедения, видите, вопрос настолько тонкий, мы даже по-настоящему национальную специфику самой музыки не всегда можем сформулировать, это очень-очень тонкая задача, чем отличается, например, немецкая музыка от русской, если там не, не фольклор не цитируется, да, вот это не очень просто, не всегда просто понять, и не всегда, это вообще заметно, на слух даже, а уж понять, чем отличается музыка, музыкальная теория разных, хотя в ней есть, на первый взгляд, очень очевидные вещи, понятийный аппарат, терминология, специфика понимания, это то, что лежит на поверхности, но тут, как бы, и говорить не очень понятно, что он находился целиком в русле нашей понятийной системы, нашей теории, наших традиций, а вот какие-то более такие тонкие вещи, всеохватность, потому что все-таки в Европе там более сконцентрировано, узко, я вот имела в виду этот контекст, включение той же философии, и вот всего спектра вот этих знаний, да, а то, это не типично было. Вы знаете, на тот момент это было, пожалуй, не типично, это стало более характерным для уже более позднего времени, ну, вот как раз для более поздних периодов деятельности Юрия Николаевича, и я бы сказал так, что в нашей традиции вот эта всеохватность, она не всегда, я бы этому слову придавал такой позитивный смысл, потому что иной раз это вот такая разбросанность, граничит с какой-то такой поверхностностью, иногда на грани дилетантизма это может быть даже, так вот, у Юрия Николаевича эта всеохватность была в самом таком исконном понимании, в настоящем, в хорошем смысле этого слова, вот, и это тоже очень важно, это важно, и, ну, насколько это связано, видите, в нашем музыковедении просто поневоле иной раз приходилось к этой всеохватности прибегать, потому что многие вещи как бы открывались заново, ну, вот та же старинная, добарочная музыка, например, не были разработаны, не было традиций, несмотря на то, что был Танеев, это, так сказать, тоже было, да, вот еще, что хотел добавить, уже как бы немножко отвлекаясь от вашего вопроса, вот это, то, что я сказал, совершенно кардинальное изменение взгляда на теорию гармонии, когда она стала исторической, это же имело колоссальное следствие и для музыкальной практики, потому что, как мы все знаем, но мы с вами знаем, а сегодняшние студенты этого уже могут и не знать, в Советском Союзе очень отрицательно оценивалась музыка сложная, вот, которая выходит за рамки мажора, минора, там, трезвучия, консонанса, то есть, она, как бы, вообще была вне закона, да, в чем-то, во многом, но, раз появилась теория, которая обосновывает ее существование, которое находит в ней закономерности, это тут же, как бы, легитимизирует всю эту музыку и не случайно многие композиторы, многие теоретики вот современной новейшей музыки, для них Холопов это просто величина номер один, да, без которого вся их деятельность была бы, наверное, не такой успешной, да, наверное, так. Спасибо большое.